Компания RetouchMe выпустила новый плагин, который умеет обрезать портретные фотографии при помощи искусственного интеллекта, автоматически выбирая наиболее правильное и оптимальное решение. Обращаю ваше внимание, что разработчики только один день, завтра, 9 декабря, предоставляют пиковое значение скидки аж 45% на все свои предложения. Но для получения этой скидки тебе необходимо перейти по ссылке в описании к этому видео. Но если ты смотришь это видео позже, не расстраивайся. Всегда, в любое время, по моей реферальной ссылке ты можешь получить скидку от компании RetouchMe от 25% до 35% на все предложения разработчиков. А вы на канале ArtFotoLife, меня зовут Серджо, и прежде чем мы начнем, загляни на мой сайт и забери в подарок набор пресетов. Но если даже раньше ты его уже скачивал, не забудь заглянуть, потому что он обновился и пополнился новыми 10 пресетами для тревел-фотографии. А весь видеоконтент теперь не только на площадке YouTube, но еще и в Routube, VK-видео и на Dzen. А в Telegram-канале анонсы и общения на любые темы, а также помощь в установке программы приложений по обработке фото и монтажу видео. Все необходимые ссылки в описании к этому видео, а мы начинаем. А теперь обзор нового плагина RetouchMeCrop. Переходим по ссылке в описании к этому видео или по кнопке с моего сайта и переходим на сайт разработчика. 9 декабря вы увидите здесь скидочку 45%. Сохраняем плагин в нужной папке. Запускаем плагин. Принимаем правило. Кликаем Next. Выбираем необходимую папку для установки или принимаем предложенную системой. Устанавливаем приложение на ПК. Запускаем установленный плагин. Вводим логин и пароль, такой же под которым вы заходите на сайт RetouchMe. Если вы делаете кроп одного снимка, то вам это удобнее будет сделать из самого фотошопа. Если вам необходимо применить пакетную обработку, то правильно будет зайти в плагин напрямую. Плагин открылся. Перетаскиваем в поле приготовленные снимки для кропа или добавляем по кнопке открыть файл. Файлы подгружаются и для того, чтобы начать работу, необходимо кликнуть на нужный снимок. Давайте ознакомимся с интерфейсом программы. В правом верхнем углу мы с вами видим сразу соотношение сторон. Ниже функция кадрировать, которая включает в себя три режима. Ручной режим, фиксированный режим и режим на основе искусственного интеллекта. Ниже мы с вами видим варианты кропа. И синим подсвечены доступные для данного снимка варианты кадрирования. Зеленым подсвечивается действующий кроп. Отключим все флажки, все значения. Автовыравнивание можно активировать. Если вы начинаете это делать вручную, автоматическое выравнивание отключается. В исходное значение можно вернуть двумя кликами левой кнопкой мыши. Ниже у нас идет размер, который мы хотим получить на выходе готового снимка. Пусть у меня это будет 1600 на 2000. Это оптимальный размер для загрузки в социальных сетях. Выбирая любой вариант кропа, мы с вами получаем вариант кадрирования, определяющийся искусственным интеллектом. Кнопкой сбросить можно все вернуть в исходное положение. Слева мы с вами видим два небольших значка. Удерживая верхний, мы с вами можем увидеть первоначальный снимок без рамки кадрирования. Удерживая нижний значок, мы с вами увидим, как искусственный интеллект прорисовывает схему ключевых точек портрета, при котором искусственный интеллект осуществляет кроп. Стоит отметить, что выбрав вариант кропа одного конкретного снимка, если у вас загружено в ленту несколько снимков, другие снимки получают такие же настройки, которые вы установили на первом вашем снимке. Исключения составляют те изображения, в котором данных вид кропа недоступен. После того, как вы выбрали необходимый вариант кадрирования, который вас устроит на всех изображениях, нажимаем кнопку «Начать», выбираем папку, в котором сохранятся все изображения, и довольно-таки быстро происходит пакетная обработка всех ваших изображений. Появляется сообщение «Пакетная обработка завершена», обрезанные фотографии сохранены в необходимом нам разрешении, мы дальше можем их использовать там, где планировали, а для того, чтобы начать работу заново, необходимо кликнуть кнопочку «Очистить», и можно приступать к работе снова. Итак, какие можно сделать выводы после ознакомления с этим плагином? Данный плагин будет полезен тем, кто работает с большим объемом портретных фотографий. Это и коммерческие фотографы, и фотографы-визуалисты, фотографы, которые работают с маркетплейсами или магазинами одежды, бижутерии и каких-то аксессуаров. Плагин будет интересен бьюти-блогерам и тем, кто работает с собственным стилем, развивая свой контент, тот, кто делает акценты на стиль и аксессуары. И этот плагин сэкономит для вас кучу времени, а освободившееся время вы, конечно же, можете всегда потратить на развитие своей творческой личности. Решение, как всегда, за вами, а я вам напоминаю, что с вами был Сержио, всем творческих высот и до скорых встреч в следующем видео, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok